В России отмечают третью годовщину вхождения Крыма в состав страны. В школах Якутска проходят открытые уроки и классные часы, посвященные этой исторической дате. Юрий Осипов подробнее. События весны 2014 года уже вошли в обязательную учебную программу. Их изучают в отдельном блоке, посвященном истории Крыма, начиная с Древней Руси. Это история, начиная с Древней Руси, без Черноморского побережья, без Крыма, в общем-то, не существовало. И, ну, когда все время, советское время, для нас Крым, это место отдыха, это здравница, это солнце, радость, море. Ну, по-моему, для народа российского оно является таким. Для того, чтобы дети могли узнать как можно больше, они не только слушают, но и рассказывают сами. Благодаря этому у каждого из них формируется свой взгляд на это событие. И это историческое место для России. Это важно. Присоединение Крыма к России – это очень даже хорошо, потому что Крым был издавна наш. Такой же открытый урок истории, посвященный этой теме, прошел для учащихся девятого класса кадетской школы-интерната. Уроки патриотического воспитания по присоединению Крыма проходят здесь уже третий год. Ну, а для ребят, конечно, это является как одно из направлений того, что Крым принадлежал всегда России и был нашей территорией. И дети, в принципе, считают, что история, все, что происходит в истории, эти события, они очень важны и нужны. Давид Тимошин переехал семью в Якутию два года назад из Луганска. Он застал волнения, которые происходили в то время. Молодой человек осознанно выбрал кадетскую школу. Само, ну, как Луганск и Донецк тоже хотели отсоединиться. Для меня особо радостно за Крым. То, что я сам как бы приехал в такие самые неблагополучные времена. Но мы, конечно, хотели вместе с Крымом выйти, но, к сожалению, не будет. Как у меня появилась новая родина, новая российская, для меня важно знать ее историю, ее героев. И в этом помогают мне патриотические уроки. Значение этого события нельзя переоценить. Крым издавна был как важной культурной частью нации, так и имел стратегическое значение. Это родина Черноморского флота. Передача этих знаний молодежи является важной задачей старшего поколения. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НЛК Саха, Якутск.